В Perplexity появился новый инструмент Deep Research. Если в чат GPT за подобный функционал необходимо заплатить 200 долларов за подписку PRO, то в Perplexity эта функция, либо этот инструмент предоставляется бесплатно. Давайте посмотрим, потестим его. Значит, функция Deep Research. Чем она отличается от стандартного запроса? Во-первых, когда мы задаем вопрос, либо запрос, либо промт нейросети, то нейросеть нам отвечает как бы мгновенно. То есть она без предварительного анализа отвечает то, что считает нужным в данный момент ответить тебе. Функция глубокого анализа, она позволяет изначально провести анализ своего ответа, выбрать источники для своего ответа, отфильтровать их, и уже на основе этих данных, соответственно, выбрать, дать тебе ответ. Глубокого анализа, то есть функция глубокого анализа, Она позволяет проанализировать, то есть не ограничиваться количеством источников. Если в стандартных запросах обычно используется, например, в стандартных запросах от Perplexity обычно используется 5-10 источников, то здесь функция глубокого анализа, она проводит анализ и анализирует ответ, беря данные из больше чем 50-60, как в Perplexity сами заявляют, из больше чем 300 различных источников. За счет этого ответ получается более глубокий и мы можем получить, то есть мы получаем уже реальное исследование, а не обычный ответ. Конечно, такой функции необходимо пользоваться не постоянно, то есть когда нам необходимо получить именно глубокий анализ, провести глубокое исследование, то мы будем использовать эту функцию. Во всех остальных случаях стандартного ответа будет вполне хватать. Значит, смотрите, что сама Perplexity говорит об этой функции. Во-первых, они сравнивают точность ответов, сравнивают свою функцию глубокого анализа с функцией от OpenEye, от ChatGPT, DeepResearch, и точность она немножко ниже, чем, соответственно, у ChatGPT. Gemini игрок они здесь вообще не рассматривают. Главное преимущество, что функция глубокого анализа в ChatGPT, да, она дает более развернутый ответ, но времени уходит на это дольше, то есть средний ответ от ChatGPT функции DeepResearch составляет порядка 15 минут. В Perplexity же это все занимает от 2 до 4 минут. В Perplexity стоимость данной услуги 0 рублей, то есть вы можете на бесплатном тарифе использовать функцию DeepResearch, но единственное, у вас будут ограничения, порядка 5 запросов в сутки. На ProTariфе такая услуга будет предоставляться, то есть у вас получается более расширенное количество запросов, и там уже порядка 200 или 100 запросов. Я так и не понял, сколько можно получать запросов от Perplexity с функцией DeepResearch. В OpenAI, то есть в ChatGPT функция DeepResearch доступна только на ProTariфе, который стоит 200 долларов в месяц. Видите разницу, да, они предоставляют бесплатно, а OpenAI, соответственно, за это хочет 200 долларов. Это, кстати, очень круто, что в Perplexity появилась такая функция бесплатная, я думаю, что ChatGPT совсем скоро нам анонсирует нечто похожее, и мы все можем либо на минимальном тарифе, либо даже, может быть, где-то и бесплатно потестить и посмотреть, как работает функция DeepResearch на ChatGPT. Значит, здесь ответы, да, ответы. Время обработки составляет от 5 до 30 минут, в Perplexity от 2 до 4 минут. Но сразу же скажу, что я уже тестировал эту функцию, сейчас мы с вами еще протестируем ее онлайн. Сразу скажу, что здесь ответ, он будет намного меньше, по крайней мере, вот я задавал на русском языке запросы, он анализировал именно русскоязычные источники, и глубина ответа, она была меньше, чем в ChatGPT. ChatGPT там дает огромное, огромное количество материалов. Здесь же он, Perplexity, дает нам намного меньше ответ, но при этом есть стандартная функция от Perplexity. Если вам необходимо где-то что-то углубиться, то вы можете, соответственно, задать с помощью той же функции более глубокий ответ. Но сейчас покажу, как это работает. Значит, также все стандартные функции, которые есть в Perplexity, они также доступны при работе с DeepResearch. То есть мы можем в один клик сделать себе вот такой вот PDF-файл, да, вот он, смотрите, всего из 4 из 5 страниц, количество источников названное. Мы можем создать Perplexity Page, то есть это функция страницы для совместной работы, то есть перевести все это в Perplexity Page, и вот Perplexity Page, и уже добавить там какие-то материалы, либо скинуть ссылку на эту страницу для того, чтобы совместно работать с этой страницей, добавлять сюда какие-то дополнительные материалы. Ну и, соответственно, редактировать эту страницу сможет тот человек, с которым вы вместе взаимодействовали. Там что-то добавлять, какие-то картинки, изображения генерировать, медиа генерировать. То есть это все позволяет функции в Perplexity Page все это делать, соответственно, редактировать и совместно с этой функцией работать. Значит, давайте проведем уже непосредственно тест этой функции. Во-первых, чтобы ее включить, необходимо перейти вот на главное окно Perplexity и выбрать, соответственно, DeepResearch вот здесь. Дальше я обычно использую промт. Промты все, которые я использую в этом своем и в других своих видео, я всегда беру со своего чата. Чат в Telegram, ссылка находится под этим видео. Переходите, здесь собрано, это не чат, а канал, где собрано больше 10 тысяч различных промтов по нейросетям, по искусственному интеллекту. Я не вижу большого смысла сейчас проходить какие-то там курсы по искусственному интеллекту, по нейросетям. У нас собрана огромная база для работы с нейросетями, видеоуроки, чаты, промты для изображений, пользовательские инструкции. Конечно же, чат для общения. Ссылка находится под этим видео. Обязательно переходите в чат. Там собрана вся база знаний, которая есть в данный момент у меня по искусственному интеллекту. И все промты, которые я буду использовать в этом и своих других видео, они все доступны, соответственно, в нашем канале. Значит, что я задаю перплекости? Например, мне необходимо провести исследование, анализ тренда цифрового маркетинга для малого бизнеса в 2025 году. Я просто выбираю функцию Deep Research и отправляю, соответственно, этот запрос в перплекости. И смотрите, Deep Research. То есть мы видим, как он работает. Мы можем открыть вкладку определенную. Единственное, у меня перплексти иногда тупит и не до конца выдает ответ, потому что, скорее всего, это связано с VPN, который я использую. Хотя перплексти может работать и без VPN, можно его отключить. Значит, смотрите, мы видим, как происходит процесс анализа. Во-первых, он поэтапно разделил наш промт, нашу задачу на несколько составных частей, как он считает быть нужным. Первое. Он ищет тренды цифрового маркетинга для малого бизнеса в 2025 году. То есть у меня запрос в том, чтобы он провел исследование трендов цифрового маркетинга. Он сразу выделил, что тренды цифрового маркетинга для малого бизнеса в 2025. И здесь уже показывает, какие источники для формирования этого ответа он взял. Соответственно, он здесь рассказал нам. Всего уже использовано больше 13 источников. Я нашел следующий запрос. Он уже говорит себе, что я нашел информацию о трендах цифрового маркетинга, включая использование искусственного интеллекта, персонализацию, рост популярности. И задает себе вопрос, мне сейчас необходимо найти, либо провести, либо найти данные анализ цифрового маркетинга малый бизнес 2025. И он опять обращается к каким-то источникам для того, чтобы сформировать ответ на этот вопрос. Дальше, после того, после вот этого шага, он перешел к следующему шагу. То есть он говорит, я нашел информацию о ключевых трендах цифрового маркетинга, включая персонализацию, использование искусственного интеллекта. И мне необходимо сейчас, я ищу более детализированные стратегии, рекомендации, адаптированные именно для малого бизнеса. Это позволит, то есть мы видим, как он рассуждает, как он шаг за шагом пытается ответить на наш вопрос. И здесь мы также видим увеличение количества источников, к которым он обращается. То есть по каждому запросу, по каждому вопросу он обращается к определенному количеству источников. И на основе тех данных, которые он там получает, он формирует свой ответ. Видите, следующий. Я нашел, я дальше там, соответственно, начинаю продвигаться. И таким образом он шаг за шагом, используя несколько различных источников. Видите, вот количество источников опять увеличилось. Мы можем посмотреть на каждый шаг. Он двигается к тому, чтобы провести для нас то самое исследование. Давайте, чтобы не затягивать, я сейчас остановлю видео и включусь, когда уже он проведет то самое исследование. Потому что здесь процесс может быть от 2 до 4 минут, как заявляет Перплексити. Например, в чат GPT иногда этот процесс занимает 15 минут. Я просто включаю и ухожу, через 15-20 минут возвращаюсь, и он не всегда еще проводит то самое исследование. Так, смотрите, все. Он говорит, что он провел исследование, взял 49 источников. То есть, откуда он взял информацию? 49 источников. Мы можем посмотреть. 46 различных сайтов. То есть, на каких-то сайтах он взял, он использовал несколько источников. И начинает нам писать тот самый отчет. Тренды цифрового маркетинга для малого бизнеса в 2025 году. Ключевые изменения. Так, здесь, соответственно, скидывает источники дальше. Глубокая персонализация через искусственный интеллект. Эволюция видеоконтентов и социальной коммерции. Видите, он продолжает нам отвечать на вопросы. Алгоритм платформ с высоким. Какие-то китайские иероглифы использовал. Даже не представляю, что это такое. Значит, первые 3 секунды видео, цепляющие прямые продажи через социальные сети. Инстаграм-шопс и тик-ток-шопс. Это важные, кстати, элементы. Лайвстримы с многоменной покупкой без перехода на сайты. Виртуальный пример через Air в мессенджерах. Оптимизация под голосовые поиски. Зеро-клик. Лингвистическая адаптация к контенту. Блин, ну вот, знаете, это очень круто, да, что он все это видит. Все это прочитал. Мне необходимо, мне не нужно переходить на сайт и искать эту всю информацию. Интеграция с умными колонками чат-ботами, адаптированный под российский рынок Алиса или Алекса. Стратегии сотрудничества с нано-блогерами, микроинфлюенсерами. Аутентичный контент. Механизм стимулирования. Смотрите, да, вот он опять у меня сейчас что-то завис. Говорю еще раз, у меня включен VPN. Скорее всего, он с этим VPN не хочет работать, взаимодействовать. Но давайте я вам покажу какую-нибудь статью, которую он мне провел, которую он мне сделал до этого. Вот я проводил следующее исследование. Проведи глубокое исследование. Какие инструменты позволяют мне работать. То есть для того, чтобы просто вам показать, как выглядит его ответ. Значит, здесь мы можем поделиться, соответственно, этим вопросом, этим ответом. И главное, мы можем перевести вот PDF и создать Perplexity Page. Видно, что этот запрос делался с помощью Deep Research. Плюс появились дополнительные запросы, которые мы можем на основе нашей статьи. Вот мне что нравится в Perplexity. То есть мы задали вопрос, получили какой-то ответ. И мы хотим еще сильнее углубиться в эту тему. Мы можем, соответственно, дополнительные запросы провести с помощью того же Deep Research. Просто нажимая клавишу плюс для того, чтобы он ответил на наши дополнительные вопросы. Сформировать уже более полный ответ на свой вопрос. Мне кажется, это круто работает. И скорее всего, кстати, вот я в самом начале вам сказал, что Perplexity ответ не такой большой, как о ChatGPT. ChatGPT может сгенерировать вам отчет из 50-70 страниц. В данном случае Perplexity нам сгенерировал достаточно полный отчет, но при этом количество страниц здесь намного меньше. Но в Perplexity мы можем углубиться с помощью вот этих вот самых элементов и получить более глубокий ответ на свой вопрос. Смотрите, да, вот он сейчас опять начинает анализировать для того, чтобы усилить свой ответ. В принципе, да, новая функция Deep Research, она доступна уже во многих нейросетях. Где-то она платна, но потестите, посмотрите, как с помощью Perplexity можно использовать эту функцию и стоит ли сейчас платить 200 долларов за эту функцию в ChatGPT. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой Телеграм-канал. Ссылка находится под этим видео. Подпишитесь на этот канал. С вами был Игорь Зуевич. До новых встреч. Пока.